МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте и в этом выпуске. Вопросы взаимодействия государства и церкви президент встретился с митрополитом Минским и Заславским Павлом. Уменьшить в сто раз штрафы для индивидуальных предпринимателей за торговлю товарами без сертификатов планируют снизить. Непогода в Мексике и сильным ветром повреждено около 2000 домов. Более трех миллионов человек остались без света. Киллер за 10 тысяч долларов пенсионерка из Солигорска планировала убийство собственного мужа. Необычный рейс с пассажирами лайнера стали 17 африканских слонов. У Белорусской православной церкви появится свое административное здание. О желании и причинах создания общереспубликанского центра для православных верующих Александр Лукашенко рассказал митрополит Минский и Заславский Павел, патриарша и экзархсия Беларуси. Инициативу духовенства президент поддержал. Проект должен быть выдержанным, а зарабатывать на его строительстве нельзя. Функционально строить такое святое помещение и на каких-то коммерческих условиях чего-то там продавать, сдавать и прочее. Если уж приняли решение о строительстве этого центра, духовного центра, ну, наверное, Господь, будете же у него просить благословения и так далее. И вдруг там кто-то что-то должен кому-то продавать, перепродавать, даже ради того, чтобы компенсировать затраты. Это не тот объект, где таким образом надо действовать. Нужно всячески изыскивать средства функционально, как и спланировано для того, чтобы функции выполняла наша церковь. Надо строить центр для нее. Время действительно пришло. Сейчас все службы экзархата находятся в небольшом здании епархиального управления. Здесь же квартира почетного экзарха Беларуси митрополита Филарета и рабочий кабинет Владыки Павла. Это здание Минской епархии, которое было построено для ее нужд в 80-е годы прошлого века, сегодня устарело. Теперь в Беларуси 15 епархий, а число приходов и священнослужителей с того времени выросло в 6 раз. Место для нового здания уже определено у Минского епархиального управления в Старом городе. Растет наша паства и растет епископат. Но это одна площадка, там вот, где я был, да? Да, да, да. Это рядом с нашим епархиальным управлением. Мы планируем храм сделать домовый. Вот там сделать, разместить большой зал для приема и наших архиереев и священнослужителей. Нам негде собраться даже для епархиального собрания. Строительство экзорхального центра на попечительском совете Белорусской православной церкви. Деньги на проект будут собирать из пожертвований и спонсорской помощи. А пока же президент предложил духовенству все крупные церковные мероприятия за символическую плату проводить на других площадках столицы, которых в Минске достаточно. У меня тоже фактически нет вот таких для больших мероприятий. Я беру какой-то вот экспоцентр там или что. Давайте таким образом за один цент, чтобы не платили мероприятие общественное, чтобы церковь не несла такие большие финансовые расходы, определимся, где будут проводить синод, чтобы действительно ни у кого не просили там. Государство обязано обеспечить, где будут проводить массовые мероприятия, встречи какие и так далее. Вплоть до того, что здесь, на месте, там, где проводит президент, в наше здание это сдается. Поэтому финансовый затрат у вас там, ну, бесплатно ничего не делается. А плата один доллар или один цент, это ни для кого не нагрузка. Не обременительно. Да, не обременительно. Государство помогает в реконструкции исторических храмов. Из бюджета финансируются церковные образовательные учреждения. Значительная помощь была оказана при строительстве духовно-образовательного центра на Немиге. Его открытие было приурочено к визиту святейшего патриарха Кирилла в нашу страну. Белорусский опыт церковно-государственного взаимодействия и межконфессионального диалога может служить примером для других стран и площадкой для диалога между пастырями разных церквей. Вопросы церковной жизни Александр Лукашенко намерен обсудить на встрече с синодом Белорусской Православной Церкви. Белорусской Православной Церкви В том числе и в части уменьшения ответственности, которая кодексом административных процедур должна быть предусмотрена за нарушение требований технических регламентов. Сейчас мы, во-первых, хотим развести ответственность производителя и ответственность реализатора. Вообще, в целом, мы уменьшаем размеры ответственности, а там просто разные статьи, тут даже не скажешь, что это одна какая-то статья. Сейчас за нарушение минимальная ставка 200 базовых величин. То есть мы хотим вообще убрать минимальную ставку, но на усмотрение суда, 2 базовых величин, 5 базовых величин, в зависимости от степени вины субъекта. В ближайшие 5 лет ожидается увеличение роли малого и среднего бизнеса в формировании ВВП Беларуси. Доля участия предпринимателей может составить 32%. При этом занятых в экономике страны индивидуальных предпринимателей может оказаться более третья от общего числа. А к 2020 году Беларусь рассчитывает существенно повысить свой международный рейтинг как страны с наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса. Наращивание объемов производства, рост экспорта и привлечение инвестиций. Именно эти меры должны помочь неэффективным сельхозорганизациям Брещины. Часть проблемных предприятий необходимо отдать под управление соседних, более успешных. Часть фермерским хозяйством, другие же попадут под финансовое оздоровление. Особое внимание нужно уделить расширению экспортных поставок. Уже сегодня продукция сельхозорганизаций поставляется в Россию, страны Европейского Союза и Азиатский регион. Внимание нужно уделить и поиску инвесторов. Самое главное – это нарастить объем производства. Финансово оздоровить можно только в этом случае, если увеличить объем производимой продукции тем или иным субъектом хозяйственным. В таких предприятиях, о которых мы сегодня вели разговор, 26 у нас, на первом этапе мы будем сегодня вести их оздоровление. Различными путями, как я уже назвал, это досудебное оздоровление с учетом разработанных мероприятий. Мы ищем инвесторов со стороны. Вот как один из примеров. Хочу сказать, что сегодня в Ляховичском районе уже есть такие инвесторы. Даже турецкая компания, пришла российско-турецкая компания. Мексиканцы остались без электричества. Сразу в 26 регионах страны сильные ветры и осадки. В результате более трех миллионов местных жителей вынуждены оставаться без света. В пострадавшие районы уже направлены тысячи спасателей и техника. Они будут работать, пока энергоснабжение не будет полностью восстановлено. Сообщается также, что непогода повредила около двух тысяч домов. Порывы ветра повалили почти тысячу деревьев. В результате разгула стихии пострадали не менее 16 человек. Тем временем синоптики отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся еще два дня. Тревожные сообщения пришли из Парижа. Там захвачен лицей. Немногим ранее сообщалось, что на учебное заведение напали террористы. Однако позже выяснилось, что это были сотрудники правоохранительных органов. Им пришлось эвакуировать учеников. Виной тому 46-летний мужчина, который забаррикадировался в одной из квартир вблизи школы. Он заявил, что захватил заложников, но, как оказалось, это была ложная информация. Правонарушитель уже задержан. Для этого пришлось задействовать спецназ. После проверки выяснилось, что мужчина психически нездоров. Ситуация на греко-македонской границе выходит из-под контроля. Тысячи беженцев застряли в палаточных лагерях после того, как Словения, Австрия и Хорватия закрыли свои границы. Многодетные семьи неделями мокнут под дождем. Их палатки тонут в грязи. Раньше в этом палаточном лагере оставались около 5000 человек. Но теперь их уже 14 тысяч. И с каждым днем это число продолжает расти. Палатки нелегалов расставлены уже и вдоль железнодорожных путей. Чтобы пропустить составы в Македонию, греческая полиция останавливает оцепление. На несколько минут ворота, отделяющие две страны, открываются. А власти опасаются, что беженцы могут решиться на прорыв. Курьезный инцидент произошел на борту самолета, который следовал в Лос-Анджелес. Несколько женщин сцепились в схватки и буквально разносили друг друга по всему лайнеру. Причиной столь ожесточенного поведения стали алкоголь и музыка. Некоторым представительницам прекрасного пола показалось, что она играет недостаточно громко. Интересно, что очевидцы не спешили разнять дам, а напротив решили снять все на видеокамеру. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. Пенсионерка из Солигорска наняла киллера для убийства мужа. Правоохранители установили, что 67-летняя женщина искала человека, который мог бы лишить жизни ее супруга за денежное вознаграждение. За убийство она пообещала заплатить 10 тысяч долларов. Окончательный расчет должен был зависеть от качества исполнения заказа. Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Солигорска, которая подозревается в приготовлении к убийству собственного мужа. Содействие в подготовке к убийству ей оказывал житель Солигорска 1980 года рождения. По оперативной информации, мотивом, подтолкнувшим женщину к совершению данного преступления, явилось материальное положение супруга. На Краснопольском водохранилище трое детей провалились под лед. Двое четвероклассников и первоклассник отошли от берега на 15 метров. Лед, толщина которого составляла 4 сантиметра, под ними проломился. Один из четвероклассников смог выбраться самостоятельно и помог остальным. Происходящее заметила женщина, которая проходила мимо. Она и вызвала скорую помощь. Школьники были госпитализированы. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Необычный рейс отправился из Сенегала в США. Пассажирами лайнера ставили сразу 17 африканских слонов. Крупногабаритные животные весят не одну тонну. Отправиться в путешествие их заставила погода. Сейчас в парке сильная засуха, что может угрожать их здоровью. По прибытии гигантов распределят по зверинцам сразу трех американских штатов. Вернутся ли гигантские туристы на родину, пока неизвестно. Далее спортивный обзор. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 19.30 проведет моя коллега Юлия Александрова. Я же с вами прощаюсь. До встречи.